Время для генеральной уборки. В столице Кубани стартовала масштабная работа по приведению в порядок контейнерных площадок и ликвидации стихийных свалок. Бригадам предстоит очистить более 1800 мест, где скопился мусор. Старт большой очистки Краснодара сняла наша съемочная группа. Задача генеральной уборки улиц ликвидировать все вот такие кучи мусора. Они скопились по всему городу. Эту проблему необходимо решить. Сегодня в ходе рабочего объезда по городу глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что переход на новую систему вывоза мусора показал ряд недоработок и проблем, которые сейчас решаются. Но времени разбираться, кто виноват, уже нет. Сейчас главное навести порядок на улицах Краснодара. Наша задача сегодня максимально короткий срок навести в городе чистоту и порядок. Чтобы у Краснодара был действительно столичный, чистый абсолютно вид, его поддерживать на протяжении потом последующего времени. На это мы будем выделять бюджетные средства. Сейчас они в бюджете есть. Необходимо составить график каждодневной уборки, чтобы мы каждый день информировали, сколько единиц техники, людей, сколько у нас выходит, по какому маршруту мы работаем. Во время объезда Евгений Первышов лично проверил, как региональный оператор, мусоуборочная компания, ведет очистку территории рядом с контейнерными площадками по улице имени Калинина. Здесь у каждого места сбора отходов скопились горы мусора. Некоторые стихийные свалки занимали в несколько раз больше места, чем сама контейнерная площадка. Глава города поручил в постоянном режиме вести отчет о выполненной работе и по мере очистки размещать результаты на официальном интернет-портале администрации города КРД.ру. Для этого создан специальный раздел. Там же можно сообщить информацию о захламленной территории рядом с контейнерными площадками, где необходимо провести уборку. Департамент городского хозяйства ИТЭК Краснодара обозначит сроки наведения порядка по каждому адресу и разместит отчет о выполнении каждой заявки. Получаются вот эти объемы, которые сейчас вы видите, это то, что граждане выносят, но это не оплачивается. С сегодняшнего дня начинаем. Я думаю, до конца месяца мы эту ситуацию уже подправим и дальше войдем уже в какой-то режим планомерной работы. В Краснодаре предстоит очистить территорию более 1800 площадок для сбора отходов. Эту задачу будут выполнять 30 единиц техники, 6 грейдеров и 3 самосвала. В среднем рядом с каждым контейнером необходимо убрать от 3 до 8 кубометров мусора. Кроме того, в городе создана и действует рабочая группа Министерства жилищно-коммунального хозяйства ИТЭК Краснодарского края и администрации города. Ее задача отслеживать ситуацию с вывозом мусора на территории города и добиваться своевременной и качественной уборки. Также Евгений Первышов отметил, что предстоит продолжить разъяснительную работу с жителями, управляющими компаниями, ТСЖ, всеми, кто отвечает за содержание контейнерных площадок и организацию вывоза мусора, чтобы добиваться соблюдения правил обращения с отходами. Например, со строительным мусором или крупногабаритным. Напомню, 13 декабря прошлого года по инициативе Евгения Первышова из бюджета города на весь 2019 год выделили 50 миллионов рублей, которые предусмотрены для ликвидации стихийных свалок и вывоза мусора, который скопился на контейнерных площадках Краснодара. Алексей Коваленко, Анна Володина, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар».